Трудности перехода. Деревянная конструкция рядом с недостроем на улице Красных Зорь превратилась в полосу препятствий. Сооружение, предназначенное для защиты пешеходов, сейчас само представляет угрозу. Настил уже разрушился. Скоро наступит черед опор и крыши. Каждый день временным сооружением пользуются сотни людей. Обращались уже везде. По такому настилу ходить нельзя. Дети переломают ноги, тем более, что у нас школа именно на этой стороне. И переходить детям на эту, а потом на ту сторону нет возможности. А зимой что? Темно. Люди, которые не хотят или не могут перешагивать дыры в настиле, вынуждены обходить конструкцию по дороге. В основном это пожилые люди и мамы с колясками. Пройти по нему с каким-то транспортом, коляской или, например, велосипедом совершенно невозможно. То есть ты проваливаешься в эти дыры, свои ноги проваливаются, колеса проваливаются. Вы знаете, я вот сама несколько раз ходила, что у меня просто доски подо мной подламывались, и я проваливалась туда. Ну, это ужасно. Действительно, можно и детям, и взрослым, и пожилым сломать ноги, повредить или еще что-то. Сам недострой доставляет жителям микрорайона не меньше беспокойства. Ночью беспризорная стройка притягивает асоциальных элементов. Еженедельно там что-то поджигают и устраивают пьяные драки. Доступ на территорию совершенно свободный. Нет ни замков, ни сторожей. Родители волнуются за безопасность своих чад. Запрещают школьникам гулять здесь. Но дети есть дети. Бомжи здесь ночуют, они жгут костры, выезжают пожарные, но все равно это находится в открытом доступе для всех. Все открыто. Дети вот на этих окнах висят. Я лично сама видела, кричали они. Стройка на Красных Зорь сначала затянулась, а потом и вовсе остановилась. Застройщик печально известная компания «Пума» обанкротилась. Ее генеральный директор сейчас арестован. В отношении него ведется следствие. Территория давно заброшена. В ситуацию с бесхозной стройкой вмешалась прокуратура. Через суд попыталась добиться контроля над опасной площадкой. С иском в Рунинский районный суд прокуратура выходила обязать застройщика, по-первых, ограничить доступ на объект незавершенного строительства в цели безопасности, ну и провести, соответственно, консервацию данного объекта. Иск удовлетворен. В настоящее время уже полученные исполнительные документы находятся на исполнении в службе судебных приставов. Есть объективная трудность, как я уже до этого говорил, поскольку фирма фактически деятельность никакой не ведет, а ее руководитель находится под следствием. Если и у судебных приставов не получится добиться исполнения решения суда, существует еще один путь. Территорию закроют и восстановят настил за бюджетный счет. А уже потом попытаются взыскать эти средства с застройщика. Соответствующие меры прокурорской регионе обязательно будут приняты. Это вопрос находится у нас на контроле. То есть мы, я думаю, к логическому завершению все-таки придем. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.